Дорогие участники, мне доставляет огромное удовольствие быть сегодня здесь, с вами, даже если это происходит только с помощью заранее записанного видео. Итак, меня зовут Никола Джонс. Я являюсь руководителем группы Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни в Гамбурге, Германии. Поэтому сегодня я хотел бы познакомить вас с новой системой мониторинга, которая будет использоваться для мониторинга в ракешской рамочной программы действия. Моя сегодняшняя презентация будет состоять из четырех различных моментов. Первый ученик, я объясню тебе, что представляет собой концептуальная основа, которая будет использоваться для мониторинга в ракешской рамочной программы действий. Затем я объясню тебе, как эта концептуальная основа была преобразована в систему мониторинга. А затем я расскажу тебе о некоторых или местах стратегии сбора данных, которые будут приняты на вооружение. И, наконец, мы очень кратко рассмотрим, как будет выглядеть следующее поколение глобального доклада об обучении и образовании взрослых. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что при мониторинге в ракешской рамочной программы действий мы не будем точно следовать структуре пунктов плана действий этот документ. Маракешская рамочная программа действий. Действительно, мы заметили, что одна из слабых сторон предыдущей системы мониторинга Беремской рамочной программы действий заключалась в том, что она была не столь полезна для директивных органов, потому что система мониторинга, которая соответствует только тематической структуре, мы не можем определить, какие факторы являются наиболее релевантными для политики. Все, что мы хотели сделать с помощью этой новой системы мониторинга, это показать директивным органам, как могут повлиять их действия, если они решат улучшить или инвестировать в один из аспектов рыночной работы, требующих действий. Поэтому для достижения этой цели мы хотели бы следовать довольно хорошо известной структуре, когда речь заходит об анализе или изучении сектора образования. Это то, что мы можем назвать системным подходом, а это означает, что мы хотели бы видеть обучение взрослым в сфере образования как сектор ВСАМ на себе. Поэтому, используя обычный подход такого рода концептуальной методологии, мы хотим провести различия между внешними факторами, входными данными, процессом и результатом. Так что, если мы вернемся к маракешской рамочной программе действий, то теперь идем четырьмя различными компонентами обучения и образования взрослым. Будут международное сотрудничество в качестве внешнего фактора, организация системы обучения и образования взрослых в качестве вклада, участие и инклюзивность в качестве процесса, и качество обучения и образования взрослых для обучения на протяжении всей жизни в качестве результата работы. Итак, вот такая концептуальная основа используется при разработке системы мониторинга для рамочной программы действий вакаджа. Так что давайте теперь посмотрим, что же это за система мониторинга. Итак, как я уже объяснял вам, мы приняли многоуровневый подход к разработке этой системы мониторинга действий. Итак, как я уже говорил вам, все начинается с текста, с самого документа. И мы реорганизовали все элементы, включенные в рыночную систему действий, в соответствии с четырьмя основными компонентами. Таким образом, обеспечивается международное сотрудничество, системная организация участия и инклюзивности, а также качество обучения взрослых и образования в целях обучения на протяжении всей жизни. Вот два первого уровня нашей структуры. Затем следует третий уровень, который представляет собой набор измерений мониторинга. Таким образом, в общей сложности мы разработали 12 измерений мониторинга от двух до четырех в зависимости от компонента. Поэтому сегодня я хотел бы подробнее остановиться на компоненте участия и инклюзивности только потому, что мы не можем вдаваться в слишком подробные подробности за столь короткое время. Таким образом, участие и инклюзивность были разделены на три эспекта мониторинга. Доступ, участие и инклюзивность. И если вы посмотрите на рыночные рамки действий, то многие аспекты могут подпадать под эти три различные категории доступа, участия и инклюзивности. Таким образом, в качестве четвертого уровня системы мониторинга мы углубились в детали и разделили каждое из этих трех измерений на различные показатели. Поэтому для обеспечения доступа мы решили использовать государственное обеспечение обучения и образования взрослых. Доступ к возможностям обучения на протяжении всей жизни и существующие системы руководства. Для участия в конкурсе мы решили использовать в качестве показателей количество учащихся и наличие гибких путей развития. А также для обеспечения инклюзивности мы хотели бы рассмотреть два различных показателя. Один касается разнообразия, а другой равенства. Важно отметить, что каждый из показателей не будет представлен только одним баллом или одной статистикой. В наше намерение не входит проводить какие-либо контрольные показатели между странами или между системами. Каждый показатель будет основываться на нескольких статистических источниках, одном, двух, трех, четырех, в зависимости от конкретных случаев. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность составить исчерпывающее представление о состоянии сектора обучения и образования взрослых по одной заданной теме или показателям. Итак, чтобы выразить это в двух словах и дать вам общую картину для системы мониторинга, вот изображение, представляющее все слои системы мониторинга. Наша рамочная программа. Таким образом, все начинается с самого начала, с марокешкой рамочной программы действий. Затем у вас есть второй слой из четырех компонентов, которые я объяснил вам на первом слайде. Затем в качестве третьего слоя у вас есть другое измерение мониторинга. А последний слой за пределами круга включает в себя все показатели, которые будут использоваться во фракции структуры мониторинга. Здесь мы можем отметить, что показатели все еще находятся в стадии обсуждения, и мы соберем экспертную группу во второй половине этого года, чтобы более подробно изучить этот список показателей и доработать список статистических данных, которые будут использоваться для каждого из показателей. Так что этот подход является совершенно новым, потому что он основан на использовании показателей. Таким образом, он сильно отличается от того, что было сделано для мониторинга рамочной программы действий Белла. Таким образом, мы должны разработать очень конкретную стратегию сбора данных для того, чтобы иметь возможность реализовать эту систему мониторинга. Так что давайте подробнее рассмотрим, что бы мы хотели сделать. Итак, во-первых, обычно для реализации Белемской рамочной программы действий мы обращались в Национальную комиссию к правительству с очень традиционной ангелой, в которой запрашивали некоторую информацию о различных пунктах действий, которые были согласованы в Белемской рамочной программе действий. Мы будем в определенной степени придерживаться того же подхода, а это означает, что по некоторым показателям примерно половина из них. Мы все равно будем проходить через национальные команды, чтобы они могли предоставить нам свои официальные статистические данные об обучении и образовании взрослых. Но мы хотели бы также использовать новые технологии и иметь возможность получать некоторые данные, некоторые косвенные данные, которые также будут служить индикаторами. Например, если нам интересно узнать, какова подверженность взрослого населения неформальному обучению через интернет. Это своего рода информация, которой не могут располагать национальные органы власти. Но если мы договоримся о конкретной методологии составления такой статистики, то сможем использовать большие объемы данных для получения сравнительной информации о ней. Еще один аспект данных, который мы хотели бы собрать, заключается в том, что мы хотели бы использовать существующие источники данных. Мы знаем, что страны сильно перегружены множеством процессов глобального мониторинга. Поэтому для обучения и воспитания взрослых, например, посредством усилий, которые страны должны предпринять в отношении отчетности о достижении ЦУПа. Мы хотели бы использовать существующие источники данных и существующие процессы мониторинга. Так что мы не будем дублировать наши усилия. Так что в целом идея, лежащая в основе этой стратегии сбора данных, заключается в том, чтобы снизить нагрузку на национальную команду, проявить немного больше новаторства. Получить более полное представление о секторе обучения и образования взрослых, а также подумать о некотором синергизме с существующими статистическими процессами. Таким образом, чтобы объединить все эти различные подходы, мы должны также подумать о практических решениях для сбора данных. Поэтому мы хотели бы разработать онлайн-платформу с несколькими пространствами для всех заинтересованных сторон, которые могли бы высказать интересную точку зрения относительно состояния сектора обучения взрослых и образования. Так что первое место будет отведено ЮНЕСКО. Именно здесь будет организован сбор данных и подготовлены все наборы данных, международные наборы данных. Второе место будет отведено исключительно для государств-членов ЕС. Именно здесь национальные команды смогут поделиться с нами своей официальной статистикой, а также проверить достоверность данных, полученных с помощью поселевых данных, полученных с помощью URL-адреса. Далее мы хотели бы создать третье пространство, и это совершенно новое явление по сравнению с предыдущей стратегией сбора данных. Мы хотели бы открыть пространство для заинтересованных сторон, которые управляют программами обучения и воспитания взрослых в этой области. Таким образом, в основном это организации гражданского общества, а также академический частный сектор, чего совершенно не было при предыдущем сборе данных. Мы хотели бы иметь некоторые показатели специально для этих партнеров. Таким образом, они добавят очень важную и актуальную информацию о состоянии отрасли в целом в своей стране. И, наконец, и это тоже довольно ново, мы хотим сохранить пространство для широкой публики. Чтобы общественность могла это сделать, каждый, кто заинтересован в получении информации о секторе обучения и образования взрослых, будет иметь возможность получить доступ к набору данных и составить свое собственное представление об этом секторе. Таким образом, у каждого будет возможность принять участие в дебатах и рассказать о том, что делает государство в области обучения и образования взрослых. Мы считаем, что это хороший способ улучшить информационно-пропагандистскую деятельность в этом секторе на национальном и глобальном уровне. Мы хотим, чтобы этот сбор данных состоялся, и чтобы каждая страна и каждая заинтересованная сторона могли поделиться с нами теми данными, которые мы хотели бы получить. Мы также хотим оказывать поддержку странам и организациям гражданского общества во всех этих аспектах сбора данных. Итак, на этом слайде вы можете увидеть 4 различных аспекта, которые мы хотим развить. Во-первых, и это очень важно, мы хотим разработать своего рода словарь и линейки страницу, которая будет включать все определения понятий, используемых в опроснике и вердикаторе. Таким образом, мы пришли к общепринятому определению. Второй, в учебном центре UL мы проведем несколько самостоятельных тренингов, чтобы объяснить, как работает сбор данных, а также объяснить, как правильно заполнять каждый из показателей или наиболее проблемные из них, на по крайней мере. Мы также хотим провести несколько очных семинаров в разных регионах мира при поддержке некоторых партнеров, некоторых технических партнеров, как это было в случае с предыдущим проектом Грейл. Так что просто придерживайтесь этой идеи и продолжайте наращивать потенциал национальной сборы. И, наконец, мы хотим разработать набор технических документов, объясняющих методологии, которые используются для каждого из этих показателей. Таким образом, идея состоит в том, чтобы повысить прозрачность сбора данных, а также сделать более активными публичные дебаты о том, что мы делаем. Я имею в виду сделать так, чтобы эти дебаты состоялись. Поэтому, прежде чем завершить свою презентацию, я просто хотел бы показать тебе, каким будет следующее поколение Грейл. До сих пор глобальный доклад об обучении и образовании взрослых публиковался компанией ЮЛ каждые 3 года. Но теперь он будет публиковаться каждые 4 года. А в промежутке между двумя докладами мы хотели бы иметь возможность публиковать тематические доклады по конкретным темам, представляющим интерес. Поэтому мы думаем, например, о том, чтобы в следующих тематических докладах основное внимание уделялось инклюзивности и изменению климата. Но все эти темы, конечно же, все еще находятся в стадии обсуждения. И еще одна новинка, которая будет разработана с помощью программы Грейл и публикации Грейл. Это возможность создания профиля Грейл. До сих пор характер данных, собранных компанией Грейл, не позволял публиковать национальный профиль. А теперь, благодаря такому подходу, основанному на показателе, у нас появится возможность составлять не только национальные профили, но и региональные профили. Это означает, что у каждой страны будет возможность сравнить себя с соседними странами и регионами, в зависимости от того, каковы их интересы. Таким образом, глобальный доклад об обучении и образовании взрослых, следующий доклад будет опубликован в 2026 году, будет довольно короткий. И, наконец, будет состоять из одной главы по измерениям, таким образом, всего будет 4 главы. И они будут основываться исключительно на показателях с очень небольшим количеством и кратким сравнительным анализом. Данные будут отображаться и сгруппированы по регионам, а чтобы получить доступ к данным на национальном уровне, нам придется зайти на платформу. Так что здесь мы сможем ознакомиться со всеми подробностями сбора данных. Спасибо тебе. Это был мой последний слайд. Так что я надеюсь, что эта презентация показалась тебе интересной, и ты поддержишь эту новую стратегию. И, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Если вам нужна дополнительная информация, и если вы, конечно, готовы поддержать нашу работу. Я желаю тебе очень хорошо провести остаток встречи, и надеюсь, скоро с тобой увидимся. Пока.